итак доброго времени суток друзья приветствую всех на канале razon game и у нас сегодня будет обзор с одной стороны нового но с другой стороны достаточно старого и многими известного проекта под названием родос и с одной стороны да сказать что название родос на просторах интернета никому не известно и вот это новый проект нельзя потому как только на моей памяти это уже третья часть или третий проект который открывается под уже но можно наверное сказать брендом родос а основное отличие проекта вы сейчас видите это абсолютно новая выполненная с нуля уникальная карта который в общем то явно до этого времени не видел отличий очень много это смесь я бы сказал даже не смесь о синтез нескольких проектов здесь вы можете найти и алтийскую архитектуру и тануанскую и малдийскую и элементы из gta 5 и да да я не оговорился элементы из gta 5 но к этому мы еще вернемся а сейчас я просто обязан рассказать и объяснить один немаловажный факт а он заключается в том что этот проект на данный момент еще не доделанный он находится в стадии разработки и допиливания дошлифовывания в нем имеются ряды недочетов еще много чего не введено в эксплуатацию но команда разработчиков поставила свою репутацию вот под такой вот удар ради того чтобы угодить игрокам так как игроки этого проекта просили как можно скорее открыть проект чтобы они могли поиграть не обращая внимание на какие-то недочеты и баги на не обращая внимание на то что еще не весь функционал включен но ведь каждому вновь прибывшему это не объяснишь но все равно несмотря на это команда разработчиков открыла проект и мы все равно каких-то ряда каких-то функций которые они хотят которые планируют и много-много из чего еще не доделано на это надо обращать внимание и в ходе нашего обзора я буду все-таки об этом достаточно часто упоминать ну и наверное также я должен в самом начале рассказать о том что у меня лично это мое личное уже отношение к этому проекту отношения у меня всегда к ним было предвзятое и я относился к ним не как большинству проектов на просторах интернета почему так ну потому что здесь трудится команда профессионалов я не побоюсь этого слова действительно назову команду которая делает проекты родос и 1 2 3 на которых я побывал это действительно команда профессионалов и от них естественно требуется немножко больше чем от какого-то владельца данного такого там схожего проекта который скачал сборку накидал туда скриптов это немножко другая команда и конечно же от них хочется требовать и хочется видеть от их выполненной работы гораздо больше качества поэтому каких проектам я всегда придираюсь но не в этом случае потому что как я уже сказал проект только открылся проект сырой но по просьбе игроков он был запущен в онлайн ну вот после такого вот предисловия предлагаю приступить и по традиции давайте рассмотрим карту как я уже сказал карта здесь уникальная и выполненная в общем-то с нуля вот здесь есть информация о этой разработке и об авторе этой карты ну а сама карта как вы видите выполнена в таком островном стиле нам представлено 4 острова три из них большие острова которые соединены между собой мостами и один остров называется он так скажем остров новичков но до него мы сейчас еще доберемся также у этой карты есть и свое меню как видите она выполнена в левом нижнем углу но к сожалению но на мой взгляд все-таки немножко не дотягивает до полноценного меню который я уже в одном из своих видео показывал где нажимая на иконку карта просто носом тыкает вас туда куда вам в общем-то нужно попасть здесь же она выполнена вот в таком вот виде она отключает или включает нужные вам иконки выполнена в принципе достойно но хотелось бы видеть чуть чуть побольше вот так вот выглядит эта карта но возвращаемся обратно к острову новичков там появляется каждый вновь прибывший игрок этот остров стоит отдельно от всей так назовем его материковой части и никакого способа попасть на этот на другие острова кроме как по способам авиации у вас в общем-то нету для того чтобы перелететь на материковую часть назовем ее так вам нужно заработать какую-то определенную денежку которые вы можете заработать в общем-то не вылезая с этого острова ну и далее уже путем покупки авиабилета или с помощью авиатакси перелететь ну назовем это на материковую часть этого проекта ну а насколько быстро вы захотите покинуть этот остров и зависит от вас никто вас не заставляет оттуда улетать вы можете работать и на том острове новичков потому что он так скажем автономный там есть все для того чтобы вы там существовали ну и вот еще один из интересных островов на котором в общем то происходят военные действия по захвату вот этих вот городов и добычи золота тоже очень интересная часть острова который может быть в дальнейшем посетим ну и вот в целом карта выглядит вот так ну и давайте наверное уже начнем приступать к каким-то заданиям на этом проекте а первым делом конечно же надо посетить магазины чтобы прикупить какой-то еды и одежды ну а кирка видите ли уже так сказать разработчики позаботились и она у нас уже есть в самом начале ассортимент магазина это как это выполнено вы сейчас видите они придерживаются своего стиля как видите название родос присутствует и я помню что такая же табличка была и на предыдущем проекте весь список товара вы видите здесь у меня есть лишь одна претензия здесь не хватает продовольствия то есть здесь продаются яблоки и персики но по условиям этого проекта ими особо не наешься и я два раза подхватил диарею а это очень-очень мешает игровому процессу скажем так на материковой части есть и халва и бутерброды и шашлыки продаются магазине здесь же к сожалению нету вот и было бы неплохо если разработчики и добавили какой-то более-менее сытный продукт потому что действительно это очень здорово отвлекает тебя на первых порах ну а само употребление продукта происходит через планшет в общем-то достаточно удобно ну двигаемся дальше магазин лицензии ну выполнена вот так и у меня была претензия к этому магазину и на предыдущей версии и в общем-то она остается у меня и здесь это очень мелкая табличка выполнена то здорово она как вы видите так это отдельно стоит с надписями ну в общем то все лицензии вы сейчас видите я постараюсь увеличить ее сейчас но на самом деле она очень мелкой я даже со слепу не прочитал там была лицензия домовладельца а я ее прочитал как лицензия дальнобойщика очень мелко действительно и купил а хотя она мне на самом деле на первых парах то ну естественно что не нужно в общем то вот выполнено здорово но табличка к сожалению очень маленькая далее же мы переходим магазин одежды и несмотря на то что обычно посещая подобные проекты я посвящаю этому мероприятию достаточно много времени сейчас предлагаю бегло обижать хочу только подчеркнуть что как вы видите в магазин выполнен он просто на высшем уровне я хвалил этот вариант магазина и на предыдущей версии родоса выполнена очень красиво персонаж крупный он его можно крутить вся одежда в общем там рассматривается вплоть до деталей я считаю что вот подобная модификация магазина должна стоять ну на большинстве проектов и вообще это в общем то для меня это мое личное мнение это эталон магазина вот так вот на мой взгляд и должны выглядеть магазины в игре арма 3 ну еще расскажу давайте не будем заострять внимание на одежде одежды много одежда интересная есть интересные уникальные вещи но поверьте на этом проекте есть на что посмотреть и не хочется тратить много времени именно на магазины давайте пойдем дальше единственная претензия меня вот к этому магазину но я должен подчеркнуть что проект открылся раньше времени по просьбе игроков поэтому я думаю что просто еще не успели сделать но как вы можете заметить нет цен вообще нет цен ориентироваться достаточно сложно особенно когда у тебя ограниченное количество денежных средств поэтому ну вот пока как вы видите сейчас стрелочке показывает нету цен но это недоработка которую в общем то вот на которую авторы пошли ради того чтобы угодить игрокам ну а мы с вами отправляемся дальше а дальше нам нужно устроиться куда-то на работу пока нам доступно только два варианта либо идти собирать медь ну это вы уже все знаете как это делается либо устроиться на работу грузчиком я выбрал работу грузчика и вот теперь можно обратиться к тому к самому началу когда я сказал что помните здесь есть синтез многих проектов и в том числе gta 5 так вот это позаимствовано как раз оттуда ну а как выполнена работа здесь вы сейчас видите подходим взаимодействуем обязательно читаем условия и приступаем к работе и вот тут идут отличия от gta 5 тут раскрывается арма и вот этот проект родос как видите я сейчас взял работу у меня сверху вот стрелочка сейчас показывает идет смена это идет время смены смена длится 15 минут и вот тут вы можете как сейчас я делаю просто сесть и ждать и вам все равно через 15 минут упадут и деньги и опыт а можете начать работу и носить мешки но здесь выглядит это не мешками а как вы видите это выглядит в виде банок ну и отличие как вы наверное уже понимаете в том что начав смену вы в любом случае получите положительный результат будете бегать получите быстрее не будете бегать а просто будете сидеть в фк получите чуть медленнее ну не чуть но медленнее ну а по претензиям к этой работе хотелось бы больше антуражности да вот на месте этой зеленой стрелочки можно было бы сделать какое-то нагромождение вот таких вот банок чтобы выглядело как будто я действительно туда их таскаю ну или поставить какой-нибудь типа фуры вроде бы как мы делаем какую-то погрузку этой фуры ну а так в общем то выглядит достаточно лысовато так куда стрелочка прибежала все следующая есть небольшая проблема которые я заметил это то что когда вы бегаете здесь установлена такая фишка когда вы устаете у вас начинает мутнеть в глазах и где-то с 50 процентов стамины начинается вот это замутнение и в общем-то очень долгое время вы бегаете с мутным экраном это не очень приятно и следующее что мне тоже здесь не очень понравилось это вот меню персонажа которая в правом нижнем углу который вы сейчас видите и вот несмотря на то что в меню нарисовано очень красиво есть даже подсказки когда вам хочется пить загорается капелька если у вас плохое здоровье нарисована скорая помощь но тем не менее меню очень маленькая и самое важное это вот часть индикаторов она вообще очень и очень маленькая и и практически не видно индикатор находится под иконкой тоненькой полоской на него очень редко обращают внимание а это очень важно и по этой причине и я и многие другие я это замечал на этом проекте умирают просто так ну или даже не просто так а из-за того что просто не заметили что он хочет пить или есть все-таки нету такого ощущения что вы проголодались или хотите пить и вот мне бы казалось что было бы лучше если вот этот вот эффект замутнения экрана когда вы устаете сняли а повесили его как раз вот на эти вот иконки и когда вы хотите пить или есть начинается замутнение экрана на мой взгляд это было бы гораздо полезнее ну а я как видите в пылу работы естественно и не заметил этого мелкого индикатора и в очередной раз откис но зато это помогло мне попасть на материковую часть этого проекта кстати говоря никому не советую перемещаться именно вот таким способом при такой смерти и при таком способе перемещения вы теряете все мои накопленные денежки и все вещи пропали но опыт который я набрал остался ну а вот таким вот образом здесь выглядит столица этого проекта расположена на вот в этой вот части карты ну и естественно называется по названию проекта родосы ну и уж коли я упомянул о том что у меня все пропало кроме опыта об этом бы и хотелось сейчас поговорить это уникальное и наверное очень весомое отличие этого проекта родос от того что мы его очень то уже привыкли видеть а что именно а именно то что опыт здесь и является такой внедренный сюда вашей личной валютой именно опыт и позволит вам развиваться на этом проекте примерно как и в жизни вы не сможете устроиться главным инженером сразу же после какого-то учебного заведения вам нужен опыт и вот именно опыт у вас здесь никто и не сможет отнять не смерть не гопники никто этого у вас здесь не отнимет он у вас здесь остается и это вот та самая уникальная валюта именно ваша который будет позволять вам продвигаться и каким-то образом усовершенствоваться на этом проекте вообще очень много хочется сказать про то как здесь выполнена именно вот эта система опыта прокачивания но этого всего мы сейчас потихонечку потихонечку коснемся ну и так например на этом проекте есть служба занятости населения ну или биржи труда можете назвать это как угодно выполнено это вот так ну да к выполнению пока наверное придираться не будем хотя я бы конечно для этого сделал какой-то отдельная зданица ну и вот мы заходим туда и посмотрите что здесь нам предлагается тут опять вступает в силу тот самый синтез про который я говорил что этот проект вобрал себя все лучшее с того что мы можем найти в интернете в онлайн играх рп составляющей здесь подобраны на подобие gta 5 несколько профессий но в данном случае 8 профессий то что мы можем выбрать но каждая профессия откроется у вас с новым уровнем и вот как видите первая профессия грузчик она не требует вообще никакого уровня вторая профессия строителя требует пятый уровень ну и так далее я постараюсь вам показать если смогу все эти профессии как они выполнены всю ту уникальность и красоту ну и естественно недочеты но куда же без них а на данный момент мне придется взять опять работу грузчика так как после смерти у меня все деньги пропали а все-таки зарабатывать их надо ну и заодно хотелось бы еще поговорить вот об этой системе о том что мы сейчас видим да ну первое заметьте что . доставки которые вот на которой я несу эту банку до находится здесь гораздо дальше чем на острове новичков что тоже в общем то как бы не очень честно наверное по отношению к тем кто проживает на этой части но это первое второе кстати говоря что у вас никто не заставляет заниматься вот этой вот работой если вам она по каким-то причинам не нравится лично для меня это был как глоток свежего воздуха на просторах армы я какое-то время даже с удовольствием занимался вот этого погрузоразгрузочной работой единственное что опять хотелось бы сказать что не хватает антуражности если бы на месте доставки вот там вот где вот эта точка доставки банки вот это стоял бы камень фура или как какие-нибудь полеты поддоны но чтобы было более антуражно было бы достаточно красивее чем вот это вот пустота конечно же но и второе никто не отменяет частного предпринимательства в армии тем она и лучше на мой взгляд проектов на базе gta 5 что здесь вы не обязаны заниматься вот этой работой если вы не хотите этим заниматься то пожалуйста вы можете пойти и заниматься например сбором меди те же самые ресурсы что и на всех проектах арма 3 присутствуют и здесь но здесь опять мы возвращаемся к тому что у вас нет опыта вы как бы еще не набрались опыта до на этой степени вам доступна только медь вы можете собирать медь ездить на своей машине все точно также собирать медь но к сожалению другие ресурсы вам надо тоже будет открывать во время переработки сбора ресурсов тоже идет точно такая же прокачка то есть у вас есть выбор вы хотите заниматься этим или тем никто вас не принуждает и не заставляет заниматься одним и тем же и вот что вы еще хотел сказать когда я этим занимался бы не было баланса еще то есть уровень вот этой прокачки которую вы видите внизу после каждого доставленного мною мешка или банки в данном случае он не был еще сбалансирован и мне пришлось потратить огромное количество времени и вот в тот момент я понял что я не смогу снять вам ролики показать все восемь профессий потому что ну пока еще это было очень долго прокачиванием было очень очень долго и не очень сбалансированное что заставило меня выйти на администрацию этого проекта мы встретились в укромном месте и я просто изложил свою точку зрения и нет нет не подумайте что я тут решил пощекотать свое чувство собственного достоинства или важности нет тут в общем то у разработчиков уже была эта проблема на карандаше просто не доходили руки и просто выслушав мнение из народа они тут же поменяли приоритетность и уже через три часа баланс был поправлен в сторону игроков оперативность меня удивило ну наверное еще раз скажу что это не моя заслуга это заслуга разработчиков ну а я в тем временем заработав какое-то количество денег кстати говоря небольшое количество денег на первоначальную машину вы можете заработать даже не выходя с острова новичков в общем то если бы я не умер у меня было бы это количество денег гораздо раньше но я заработал там свыше 30 тысяч но к сожалению после смерти они все сгорели поэтому еще расскажу не перемещайтесь таким образом список машин вы сейчас видите о машинах на этом проекте мы поговорим чуть позже это тоже достойно внимания в основном внимание достойно то что машины все взвешенные что я имею ввиду и они не супер мега детализированный но это и не отстой то есть это вот тот самый баланс который нужен для этого проекта эти машины хорошо управляемы они в основном от одного и того же автора и они не пожирают fps а это для разработчиков насколько я понял приоритетная цель ставить транспорт который не пожирает fps ну и в общем то вот такой вот транспорта все вы в общем то видите менюшка сохранена в их стиле традиционном я видел это и на предыдущем проекте единственное что здесь мне не нравится автопрокручивание я это уже говорил ну и вот такую вот машинку я приобрел ну а вот как эта же машина выглядит внутри как я и говорил это вот тот самый баланс та самая золотая середина когда в общем то видны и швы на сиденьях и тем не менее я могу сказать что ну вот это ну не максимум я видел машины и более детализированный как из еще раз скажу это вот та самая золотая середина которой в общем то придерживаются разработчики машинки должны быть красивые но не должны влиять на fps ну а я же как вы можете заметить решил позаниматься частной деятельностью и поехал добывать соль и вот тут то случился второй казус на этом проекте ну давайте все по порядку для начала посмотрим как выглядит здесь сама добыча и как выглядит здесь точки должен сразу сказать что не все точки здесь еще сделаны как вы видите написано соляная шахта не просто полянка не мыс соляной шахта но мне кажется что шахта выглядит немножко по-другому пока это просто зеленая полянка никакого напоминания соли здесь нету но тем не менее ладно мы помним что проект открылся досрочно поэтому даем этому проекту поблажку наверняка до сюда еще доберутся руки маппинга и что-то здесь сделают более-менее красивый но пока вот соляная точка выглядит вот так далее можем посмотреть на иконку если на иконке не нарисован какой-либо инструмент значит здесь собирается руками вот то что вы сейчас в общем то и видите но вот эта анимация инструментом это просто потому что я его держал руках поэтому идет анимация инструмента вообще собирается соль руками далее же идет ну по моему мнению по я уже слышал что не все с этим согласны но я считаю что автоматизация рабочего процесса это наиболее важный аспект так вот здесь стоит полная автоматизация я захожу на точку нажимаю одну кнопку windows и все персонаж работает я пошел пить кофе я всегда считаю всегда отмечаю это как огромный плюс не надо мучить игрока пускай работает персонаж это уже у меня по моему звучит в каждом видео ну а как это происходит мы сейчас видим далее же естественно я поехал в сторону переработки где в общем то и случится этот тот самый казус которому мы сейчас потихонечку идем но пока мы туда едем хотелось бы еще отметить ну да да еще раз скажу что в общем то проект открылся достаточно рано он еще не отполирование шлифован но на мой взгляд очень и очень мало зелени вокруг просто одну катастрофически мало и когда вот особенно летишь на вертолете над этим островом над этим проектом ну как будто бы какая-то пляшивая собака под тобой у которой несколько волосинок торчит и если вот как я сейчас едешь через лес а это как бы лес считается да выглядит а как будто такая блоха по собаке бежит и не понимает что творится куда я попала на мой взгляд очень и очень мало зелени зелени надо добавить леса выглядит ну вот вы сами сейчас это видите очень редкие даже реже чем на том же алтисе в общем то вот одна из тех проблем которые мне показалось достаточно существенно если добавить зелени но опять же таки надо к этому подходить сбалансировано и нельзя тупо ну кидать сюда кучу всякой зелени потому что это все-таки может сажать fps к этому надо подходить грамотно и я думаю что ребята с этим как-то справиться ну а я же медленно но неумолимо приближаюсь к точке переработки соли заодно проезжая какие-то уникальные и красивые места этого проекта надо сказать что да есть такие места и хотелось бы посмотреть на не это все вот на это вот всю красоту с высоты птичьего полета вот такие вот теплоходики стоят кстати кораблей здесь вокруг островов достаточно много не знаю сможем ли мы их посмотреть в этом видео ну а сама точка переработки находится вот в этом месте и это надо сказать тоже еще одна фишка этого проекта что-то похожее было на silver lake здесь есть такие вот промышленные города вот это город в котором находится вот мы сейчас видим справа слева офисы дальше идут промышленные здания эти здания как раз и есть точки переработки все все ресурсы перерабатываются здесь ну скажем 90 процентов ресурсов перерабатываются вот здесь точно также есть еще один район где все это можно будет потом продать то есть летать по карте и искать вам в общем-то не нужно вам надо знать где находятся точки переработки и точки продажи все в общем-то этим вы можете пользоваться а я добрался до своей точки который будем пользоваться мы и вот как это выглядит и как это выглядело раньше раньше в предыдущем обзоре я говорил что схема загрузки машины очень сложная вам надо было в предыдущей версии через букву и зайти в инвентарь набрать ресурса выйти переработать зайти через букву т загрузить его выйти из машины опять через букву и зайти и по новой набрать ресурсах от этой схемы здесь отошли больше ее нету теперь простая схема просто через букву т вы грузитесь и выгружаетесь в общем теперь все просто но я не смог переработать соль я подходил отходил и как вы сейчас видите и не смог ее переработать на тот момент я не знал что это еще в моем случае было ограничено как я уже говорил по степени прокачивания получения нового уровня и опыта вам открываются новые ресурсы новых ресурсов для меня ну вернее какие ресурсы я могу использовать на тот момент я не знал не было никакой информации и это заставило меня опять связаться с администрацией и вот опять я не знаю уже как это говорить но через буквально одну бурю в планшете появилась иконка ну а почему я не могу об этом говорить и да потому что это в общем то опять не моя заслуга у разработчиков уже было все заготовлено просто не было времени не доходили руки но после того как мы встретились я просто на своем примере показал что игрок сталкиваться с такими вот трудностями они опять поменяли приоритетность отложили какие-то свои важные дела и уже в кратчайшие сроки было добавлено то что вы сейчас видите на экране когда я пришел на проект этого еще не было поэтому я стал столкнулся с этими трудностями но для вновь прибывших все теперь расписано что доступно на каком уровне и повторюсь что эти уровни прокачка этих уровней облегчена ну и конечно же теперь первоначальные работы которые представлены на этом проекте более доступны для игроков чем на тот момент когда я сюда пришел но повторюсь это не моя заслуга это уже было на карандаше у разработчиков ну а так как мы начали смотреть работы давайте продолжим следующая работа это работа строителя и и мы получаем возле мэрии в службе занятости ну а как она выглядит вы сейчас видите в общем то это опять позаимствована из gta 5 но мне почему-то вот эта работа понравилась больше чем то что я видел на платформах gta 5 ну хотя это достаточно спорное решение лучше она или хуже наверное каждый решит для себя сам единственное надо не забывать между точками взаимодействовать с центральной точкой и брать там задание и надо внимательно читать потому что форма в которой я сейчас перед вами она появляется у вас автоматически в инвентаре ну и переходим к следующему виду работы а это работа газонокосильщика как вы можете заметить я вставляю в левый верхний угол видео вставки аналогов этой же работы но уже на базе gta 5 в общем-то как это выполнено там и как это выполнено здесь судить где лучше где хуже наверное каждый будет сам но мне например вот то что я вижу на базе арм 3 очень и очень нравится я не видел ничего подобного ни на одном из проектов и как начальная работа мне кажется это ну как глоток свежего воздуха потому что действительно уже надоедает собирать яблоки апельсины там или что еще предлагается на других проектах здесь же это выполнено вот так и мне кажется это очень здорово красиво и это разнообразие ну и не будем долго задерживаться на этой работе в общем то здесь никаких придирок у меня нету и в общем докопаться даже не до чего катайся получаю удовольствие получай опыт качайся и продвигайся дальше ну а следующая же работа это работа водителя автобуса расположена на вот в таком вот месте ну над антуражностью я бы еще немножко поработал ну а остальном и о том как выполнена эта работа на этом проекте мы узнаем в следующей серии а на этом будем прощаться спасибо всем кто посмотрел всего вам доброго а